Играет музыка Как ужасно было жить А это такое воспоминание о детстве То есть у каждого детства разное Все равно есть какие-то общие родовые признаки Как человек вспоминает детство Как в детстве ребенок воспринимает взрослых Что он понимает, что он не понимает И очень часто понимает гораздо больше Чем взрослым кажется Ребенок понимает Как Байрашевская, прошу, скоммулировала Вот такое кино Мы его снимали в Петербурге Мы строили декорацию Хотя все происходит в Москве В Московском Большом дворе Но мы снимали в Петербурге В основном с питерскими актерами Двое детей Одиннадцатилетних сыграли главные роли Было 34 съемочных дня у каждого Подряд После чего они сказали Что они теперь подумают Хотят ли они быть актерами Когда вырастут Выяснилось, что это очень тяжелый труд Понимаете, когда чего-то не можешь скрыть Делай это явным Не надо никогда пытаться что-то замазать Залепить, заклеить Это я к художникам говорим обращаюсь Если у вас На исторических картинах, например Когда у вас там розетка на стене попалась И провод Никогда не надо его замазывать Пытаться заклеить Налепите сверху что-нибудь непонятное Несообразное Но Вот по одной из исторических картин Я помню Было там Несколько этих Было выключателей Ну и что было делать Значит Брали Отрезали задницу От пластмассовых бутылок Вот она такая Похожая на Какую-нибудь Выпечку Красили в какой-нибудь яркий цвет И налипляли И совершенно никто на это не обращает внимание Что-то такое Что это было Ну Может быть это куда Знаете такие есть от души Ну куда самовар Трубу от самовара вставляли Даже в гостиных Вот может быть это это Или там Такой звонок Эти самые Санетки назывались Когда из комнаты в комнату звонили Было такое проволочное Эти сообщения Санетки Такая была Полоска ткани Которую разрисовывали Там расписывали Вышивали Вот вместо этого провода Вешаете Тоже яркое пульбу Вот И так же здесь Вот с этими самыми Нет Но здесь было Совершенно сознательное решение Поскольку Фильм о детстве То Невозможно Понятно Что Это не Реалистический мир Реалистическая картина Поэтому Вот мне Например Хотелось Иметь полный контроль За тем Как это будет выглядеть За цветом За светом За запахом За ощущением атмосферы И я Предложила Говорю Давайте мы все Построим в павильоне Во-первых Мы Себе облегчаем Просто чисто Производственно Мы имеем Пространство Там нет Никаких Припаркованных Машин Людей Которые Не вовремя Включают свет Пластиковых окон И мы можем построить Такой двор Какой нам хочется Полностью контролировать Как он выглядит Вот То есть это было совершенно Сознательное решение Оно не было дешевле Чем снимать На натуре Но оно Было Правильнее Организационно Но Потом Естественно Поскольку у нас Голливудского Бюджета не было Был очень маленький Бюджет Мы не могли построить Так Как Мы бы построили Это в Голливуде И Действительно Решили Мы не будем скрывать Что это декорация В начале Потом Когда история Начинает Разматываться Зрители забывают О том Что Что это Вот такое Пространство Потому что Населяется людьми Их взаимоотношениями У нас Вот летает Все время Тополиный пух Это был отдельный человек Который Простраивал Драматургию Поведения пуха Я честно Я серьезно Абсолютно говорю Один из постановщиков Который Первую неделю Он немножко Не знал Что он делает А потом Когда он въехал И понял Для чего это нужно Он действительно Подходил ко мне И предлагал решение Что ты знаешь Вы знаете В этой сцене Вот пух Должен мне кажется Вот так вот летать Это очень важно Потому что пух живой Это часть Тоже вот этой атмосферы И вот Когда въезжает грузовик Видно Что там Такая тень от деревьев Хотя во двореньке Деревьев нет Вот Но эта тень от деревьев Она все время Тоже была морока Сделали огромную Такую раму На нее Леской Натянуты были листья Пластмассовые Потому что Живые бы столько времени Не выдержали Вот И Тем не менее В течение всей картины Это есть И в ночных сценах Дневных Хотя ни одного дерева Одно дерево Там хиленькое есть Стоит Вот То есть Отмозь вот это ощущение Вот такого Лето жаркого С этим пухом И с птичьим Пей Ни одной птицы Там кроме голубей нету Тем не менее Все там чирикает Летает пух Атмосфера В общем Несмотря Вот Вот этот планировок Павильонов У нас было два Одинаковых Один напротив Другого Один павильон К сожалению Я не нашел Этой картинки То есть Принцип Вот Вот этот павильон Вот он весь Вот этот павильон Так называемый Интерьерный У нас был Это вот Вот этот вот Кусочек двора Маленький А вот это вот Все помещения Это вот квартира Эту мити И так далее Потом она перестраивается Когда мы заканчиваем Это снимать Мы снимаем Вот эту часть Передвигаем стенки Получается Эта часть Огромная Но главное Что есть выходы Сюда в этот двор Мы увидим Эту комнату Напротив Мы имеем возможность Снимать И интерьеры И экстерьеры Вроде бы Как в одном месте Хотя на самом деле На самом деле Два павильона Один только для того Чтобы снимать интерьеры Но с небольшой Возможностью Выхода В ту часть двора Которая Вроде как Потом монтажно Соединяется с тем двором Который у нас там Реально есть Были показы Для детей В Елабыке В Угличе И Несмотря на то Что все взрослые Говорят Что это взрослый фильм Дети Смотрят На одном дыхании Понимают Порой даже больше Чем понимают взрослые И им это интересно То есть Мы очень часто Недооцениваем Даже вот сегодняшних детей Нам кажется Что они ничего не читают Что они только Увлечены компьютерными микрами На самом деле Душа-то все равно живая Сохраняется внутри И они способны Воспринимать Тем более Что там Для детей Есть совершенно Такая простая История Про то Как хочется Иметь собаку В детстве Чтобы вам было понятно Как это все делается И строится Не все Что-то художники Вот такие вот Первые Киношлепочки Вот допустим Стена Которая в Каждан Такая в картине и есть Если посмотрите Картину Вот она точно Так вот и сделана Это вот Практически Можно назвать Заодно и Раскадровкой Буквально такая Сцена в картине Ну не буквально Она похожая Ну очень похожая По крайней мере Это вот комната Вокруг которой Там очень много Что происходит Она здесь пустая Заколоченные окна Рейками Почему такая тень Там отнес Еще одна сцена Тоже такая же Практически она Столовая В комнате Главного героя В квартире Вернее Главного героя Павильон Вот эта экстерьерная Потом все изменилось Но идея Принципиально осталась Этого балкона Который не балкон А вроде какая-то Огромная лоджия Которая идет Вдоль всего дома Разные дома Соединяет Там и сталинский И дом 19 века Чуть-чуть все меняется Главного героя С балкона В эту квартиру Одного из персонажей Детская площадка Детская площадка Там у нас Ударе Она так и выглядит Что-то им Мухоморов нет На этом Потому что оператор Так ненавидел Этот грипп Ну что Вас достаточно Заинтриговали Мы надеемся Да Вот Проходите в кино Рассказав про книжку Которой нет в продаже И про картину Которую вы не видели Такие два жулика Картины нет Которую вы не видели Собрать совсем деньги Которую вы не видели Которую вы не видели Которую вы не видели Продолжение следует...